Он возвращался домой с прогулки. Рядом шла жена, везла в коляске ребенка. Было около девяти вечера. И тут женщина начала кричать. Вот, помогите, сумку украли. Кирилл не раздумывая побежал на помощь. Я нагнал одного, который был сумкой, повалил на землю. Вот, но второй достал нож, начал размахивать. Преступник целился ножом в грудь, но спортивная сноровка Кирилла помогла ему вовремя поставить блок, и удар пришелся в руку. Он махал ножом вот так. Поэтому, в первую очередь, надо его сохранять дистанцию, не пустить к себе. Парень рассказывает, начал громко кричать и просить помочь прохожих. Кто-то шел дальше, кто-то вызвал полицию, кто-то принялся бежать за ними рядом. В воздухе были слышны предупреждающие выстрелы. Это как был американский боевик. Стреляли. Моя жена с коляской за мной бежала. Там женщина говорила, туда не ходите, там стреляют. Вы куда? Одного преступника удалось задержать, второй ушел. Пострадавшая девушка забрала свою сумку и убежала. Правоохранители просят ее написать заявление, чтобы они могли привлечь задержанного вора к ответственности, пока его опознала другая потерпевшая. По этому эпизоду задержанный, оказывается, ограбил еще какую-то женщину с ножом. Она тоже написала заявление до этого. Он был зафиксирован камерами наружного наблюдения. И по фотографиям его опознали. Так что он уже делал этот разбой не первый раз. То есть не новичок. Правоохранители проявления такой гражданской позиции одобряют, но предупреждают. Всегда надо рассчитывать свои силы. Мы должны вместе бороться с преступностью. Если общественники, активисты, да и просто прохожие будут обращать внимание на такие моменты, это, естественно, очень помогает в общей борьбе с преступностью. Человек, который видит, что когда совершается преступление, и хочет это преступление предотвратить или пресечь, он должен реально оценивать свои силы. Преступники сейчас крайне агрессивные. У любого даже карманного вора при себе может быть нож, заточка, отвертка, лезвие. Один на один против вооруженных преступников идти опасно. Надо постараться по возможности привлечь внимание максимального количества людей и, конечно, вызвать полицию. Кричать, стучать, чем-то шуметь, для того, чтобы как можно большее количество людей обратило на это внимание и таким образом привлечь на свою сторону каких-то помощников, которые помогут задержать преступника. У Кирилла трое детей, и многие знакомые не оценили его поступок. Мол, подвергал свою жизнь опасности ради чужой сумки. Он парирует. Не мог поступить иначе. Так воспитали. Каждый мужчина, он должен защищать свою родину не только там где-то на войне, а и в своем городе, на своей улице. А еще, когда женщину обижают, то в любом случае надо заступаться. Татьяна Милимко, Алексей Филиппов, 7 канал.